Весна, пора для переобувания, но если переобуться зимние обуви на летнюю, здесь все довольно-таки просто, то вот на водительском сленге переобуваться здесь могут возникнуть проблемы. Основная причина подорожания шин тех брендов, которые приостановили производство в России, такие как Michelin и Continental. Продавцы рассказали, что цены меняются буквально каждый день вслед за колебаниями курса рубля. Некоторые модели за несколько суток успевают подешеветь и подорожать снова. По итогу спрос на зиму вырос на 60%, на лето на 120%. По сути, у автолюбителей нет возможности выбрать колеса. Приобретать приходится то, что есть, и за сумму, которую выставил продавец. Всем автомобилистам шины не хватит, и кому-то придется докатываться либо совсем на непонятном продукте, так называемой шине, либо покупать из-за того, что есть на полках. Выбор уменьшился где-то в два раза. Если раньше у нас количество брендов 8-10 было, то сейчас там 4-5. Это и есть вторая причина – меньший ассортимент. Отсюда и спрос покупателей стал ниже. Печально, конечно, но для нас нечувствительно, что я успел в прошлом году закупиться. И на лето, и на зиму. Слава богу. Шинами я заранее закупился, но относимся лояльно. Ну а что делать теперь? Такая ситуация, все понимаем, о чем идет речь. Поэтому будем жить дальше спокойно. Говорить, что будет с ценами и наличием шин следующей осенью, никто пока не берется. Что называется, поживем-увидим. Радует автовладельцев лишь тот факт, что шиномонтаж, если и подорожал, то совсем незначительно. Очереди на процедуру тому подтверждение. Кстати, если у кого-то возникает вопрос, стоит ли торопиться с переобувкой, то эксперты советуют в первую очередь обращать внимание на температуру воздуха. Если отметка несколько дней преодолевает плюс 7 градусов и на дорогах нет снега и льда, можно смело записываться на шиномонтаж. Ниже 7 градусов резина теряет эластичность и сцепные свойства даже на сухом асфальте. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...